итак доброе утро моя семья моя интернет семья все кто только что к нам присоединился всем доброе доброе утро ну а я как всегда на пляже вы сейчас скажете вот отдыхает и все время мне готовы отдыхаете там хорошего отдыха и так далее нет девчоночки мальчишечки и вообще все я работаю причем работаю так что порой даже не хватает времени забежать к вам на секунду чтобы почитать ваши комментарии и написать ответ сейчас я имею перерывчик небольшой ходила вот в магазин скупилась сделала закупочку ну и решила сделать небольшое видео поскольку мне получилось так что сразу четыре человека написали про почки кстати я сейчас пью вишневый сок из натуральной вишенки у нас сейчас давят такие и вот со льдом то что да кто на море любит пиво кто на море любит венцо ну а я люблю вот такие вот разные всякие напитки типа вишневого сока апельсиновый натуральный фреш тогда сейчас сделаю глоточек еще очень люблю кофе утром ранним утром на море на берегу озера в общем господь благословляет и слава работа кипит честно вам скажу я не успеваю зайти в интернет народу у нас просто яблоко упасть негде это однозначно а по поводу почек вот что я скажу меня удивило что 24 года девочки и она пишет что у нее лишний вес проблемы с почками что врачи ее лечат на протяжении последних трех лет эффект 0,0 десяток так и написал и вообще никогда даже не задумывалась о том что можно какие-то народные средства пробовать до после трехлетнего лечения во первых вам надо придется прежде всего печень очистить от всей той химии которую я представляю вы принимали я знаю несколько рецептов очищения почек если вы зайдете ко мне на канал то я уже повторяться не буду о тех рецептах которые я давала а сейчас я несколько рецептов вам дам как вы просили простейшие это при помощи морковки морковь наверняка у вас есть вначале расскажу как я использую семена для очистки почек если нет своих семян собранных самой то использую те что продаются семеном магазине зайдите там где продают семена у вас и купите семена морковки беру одну столовую ложку семян морковки заливаю стаканом кипятка делаю это на ночь утром на стойке печу в течение трех минут охлаждаю процеживаем и принимают две столовые ложки три раза в день курс один месяц хорошо помогает очистки почек и ботва никогда не выбрасываю ботву морковки и и можно заготовить вот именно сейчас летом именно летом всю ботву кстати и ботву свеклы также заготавливаю летом можно ее посушить все заливаем кипятком измельчаем пол-литра две столовые ложки возьмите где-то примерно так и принимаем в теплом виде для этого настой подогреваем но не доводите до кипения и пьем по 1 3 стакана четыре раза в день переведут а можно вообще заменить свой чай вот этим морковным чаем если же морковка урождается то использую для очищения почек морковный сок я как я пью морковный сок я вам говорила зимой по стакану три раза в день кстати курс очищения полгода до вот три года вы почки лечили химически ничего не получилось а вот попробуйте использовать семена морковь и ботву и посмотрите какой будет замечательный эффект это я на первый вопрос ответил второй вопрос был знаете какой по поводу обоняния девочка пишет что как только заболевает гриппом течет у нее из носика ну или какой-то вирусной инфекции извините я наслаждаюсь пью свой вишневый сок и общаюсь с вами вообще честно говоря я не понимаю когда я извините сделаю отступление когда вот приезжают на море и бутылку за бутылку на час гостит семья я удивляюсь как человек еще жив он неделю гостит у нас и бутылку за бутылкой каждое утро шампанское причем ну по пять бутылок за утро вы себе можете представить как он еще живой мне это удивительно удивительные люди вместо того чтобы оздоровиться получить вот максимум удовольствия максимум счастья благодати такой от бога посмотрите покататься на вот таких вот я на яхте на вот далеко далеко в море там меня спрашивали что за остров у нас здесь много островов сделали искусственные знаете насыпью искусственные островки сделали делаю создают красоту ну и вернемся к тому что как вернуть обоняние она говорит я теряю все время обоняние чуть какая-то инфекция чуть заболела чуть-чуть из носика покапала все обоняние нет и и не поймет почему после очередной простуды пишет я долго не чувствую запах в общем что я могу сказать я могу сказать что нужно начать промывать нос смазывать разогревающим бальзамом почаще а еще один очень хороший метод это промывать морской водой в морской воде есть все я рассказывала какое количество йода и соли все это и соль вытягивает мощно кстати самое соленое море это черное вот это наше море поэтому она и цвет такой не самая соленая у нас мы не считая мертвого конечно именно соль черного моря она уникальна по своему содержанию конечно она уступает соли мертвого моря в общем возьмите в один стакан кипятка добавьте 10 капель сока лимона есть такой рецепт и одну каплю лавандового или мятного эфирного масла поскольку у меня всегда огромное количество эфирных масел я знаю и изучаю эффект каждого из них вот здесь вам поможет одна капля лавандового или мятного можно одну того одну того и дышать над паром по три минуты каждый ноздрой и повторять процедуру до полного восстановления чувствительности к запахам вот такой вот есть рецептик который очень хорошо действует и я думаю что он вам поможет а вот видите на машинке ребятки у нас песочек и поэтому на песочке очень хорошо загорать многие стелят сразу и отдыхают так ну а я выпиваю у меня столько покупок девчонки что не в сказке сказать не пером описать и я все хочу с вами поделиться тут накапливаются вопросы но по диагнозам я уже говорила не пишите вот и если я там исчезаю не обращайте внимание я исчезаю лишь потому что я работаю не успеваю обернуться а уже вечер сейчас у меня больше физический труд чем умственный но это меня тоже радует а хотя мозги включать тоже надо когда работаешь физически это очень полезно это очень полезно еще что удивляет хотела сказать по морю приезжают девчонки на море и сразу идут покупают своим деткам на улице на пляже еду особенно если продаются плов на улице или там допустим пицца на улице и она не прикрыта и все это ни в коем случае ни в коем случае не берите вы так рискуете вы рискуете заболеть корью вы рискуете своих детей заразить туберкулезом столько туберкулезников кашлят чихают порой специально на эту еду открытую я вам потом обязательно покажу это такие риски я вот хочу вас предостеречь потому что сама никогда никогда не покупала ребенку вот так на открытом месте вот эти вот все эксперименты я не экспериментировала на здоровье своего ребенка и вам тоже советую подходить с мудростью на море столько лет деток сейчас заболевают спрашиваю что ели а вот пиццу на улице или на улице плов или на улице шашлык ну шашлык еще ладно он сразу знаете но мясо какое мясо кушать тысячи раз взвесьте все прежде чем ребенку дать уличную еду ну а я вас люблю хорошее вам настроение море солнце любви чистого воздуха и мира пусть господь бог благословит вас и ваших близких пока пока